Здравствуйте! В эфире новость Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Операция «Алкоголь» продолжается. В Удмуртии полиция находит тысячи литров суррогата. В стране вводят новые алкогольные правила. Крематорий в Ижевске. Когда и где именно? И зачем? Деликатный вопрос решали большим составом. Сыграла на чувствах. Мать придумала ребенку болезнь и жила на деньги тех, кто поверил в обман. У сарапольских мастеров все по-честному. Какие шедевры создают в купеческом городе и кого хотят удивить? В преддверии новогодних праздников Удмуртия усиливает борьбу с нелегальной алкогольной продукцией. Опасный суррогат заполонил прилавки почти всех регионов страны. Есть смертельный случай отравления фальшивой водкой, коньяком или виски. Какие марки чаще всего подделывают и как обезопасить себя от смертельного яда, выяснял Роман Вагинов. Продажа спиртосодержащих жидкостей владельцу этого ларька, скорее всего, приносила приличный доход. Только в ходе этого рейда полицейские изъяли четыре коробки. Его прямое предназначение – дезинфекция рук. Пить ее категорически нельзя. В рамках операции «Алкоголь» оперативники изъяли почти 10 тысяч литров фальсификада, в том числе и элитных марок. В качестве примера можно назвать такие факты изъятия фальсифицированной алкогольной продукции при проверках оптовых складов. Это известных брендов «Хеннесси», «Джек Дэниел», «Бикарди», «Парламент». По данному факту возбуждены уголовные дела. И в настоящее время проводится проверка легальности происхождения таких товарных знаков, как журавли, парламент, белые березы. Полиции установили, что фальшивые виски и коньяк завозили из Пермского края. Власти намерены предпринять еще ряд решительных мер, чтобы перекрыть опасные продукции путь на праздничные столы жителей Удмуртии. С будущего года у нас вводится в соответствии с федеральным законом новая норма. Новое оборудование должно стоять, где должна считываться информация не только штрих-код ценника, но и штрих-код марки акцизной. То есть, насколько она действительно акцизная марка, для чего это все делается, для того, чтобы учесть, действительно, сколько выпущено алкогольный продукт, сколько продано, насколько эти две цифры сходятся. Между тем, доля фальшивой водки, виски и коньяка на прилавках магазинов растет примерно на 7-8% в год. И ужесточение мер в борьбе с таким суррогатом большинство жителей Удмуртии поддерживают. Я лично даже праздниками не был, потому что, ну, не хочу, я считаю, что не стоит пока что. Потом, ну, не считаю, что не мое, не хочу даже пробовать. Не исключаю, конечно, но так, чтобы употреблять, нет. Только если по праздникам. Временами, видите, когда тяжело бывает, вот, то выпить лучше разрядку сделать. В правительстве России недавно утвердили новый алкогольный план. За три года потребление нелегальной водки должно сократиться вдвое. Пиво втрое. Кроме того, предлагается ужесточить наказание за продажу алкоголя с рук и установить ответственность за его реализацию через интернет, включая блокировку сайтов. Роман Вагинов, Максим Кузнецов, Василий Хагриков, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня в Нижнем Новгороде приволжский полпред Михаил Бабич подвел предварительные итоги года. На встрече с представителями окруженных СМИ обсуждали ситуацию в Поволжье. Среди очевидных успехов Бабич назвал то, что в округе удалось сдержать уровень цен. Не допустите их резкого скачка. Очередь в детсады в ПФО сократилась. Сейчас в ней 25 тысяч детей. В первом полугодии этот вопрос будет закрыт, отметил полпред. Бабич рассказал также и о сотрудничестве с Китаем. Подписано 24 соглашения, 21 инвестпроект в стадии реализации. Среди них два из Удмуртии. Первый – завод по глубокой переработке лесосырья. Второй – совместное производство буровых насосных установок. В финале встречи Михаил Бабич сообщил о проводимой в Приволжском округе антитеррористической работе, добавив ПФО, как и по всей стране усиливаются меры безопасности. Материнский капитал можно будет тратить на лечение и реабилитацию детей-инвалидов. Соответствующий закон подписал президент России. Он вступит в силу 1 января 2016 года. И тогда на деньги маткапитала родители детей-инвалидов смогут устанавливать подъемники и поручни в квартире, покупать функциональные кровати, массажные столы, беговые дорожки или велосипеды для детей с ДЦП, оплачивать логопеда, психолога или сиделку. Список большой и он еще может быть дополнен. На сайте российского Минтруда проходит общественное обсуждение. Радует, что три года не ждем, как другие направления есть у нас. То есть сразу возникло право и сразу возможно обратиться за сертификатом и так далее и распорядиться. И то, что это распространяется не только на ребенка, с которым возникло право на эту поддержку государственную, но и на детей-инвалидов, которые воспитываются в данной семье. Заявления от мам пока не ждут. Еще не утвержден порядок направления средств на компенсацию товаров и услуг реабилитации. В этом году материнский сертификат составляет 453 тысячи рублей. Но в Удмуртии нашлась мама, которая придумала своему ребенку страшную болезнь, чтобы заработать на этом деньги. Неизвестно, что толкнула женщину на такой поступок. После того, как обман раскрылся, она вместе с ребенком исчезла. Все подробности у Анастасии Редько. На весь починок в Садаковске одна улица. Ни воды, ни газа, ни соседей. Дачники приезжают сюда только летом. Но даже в такой глуши, оказывается, можно провернуть крупную финансовую аферу. Нужен только компьютер и интернет. Отсюда Наталья Денеева рассылала по соцсетям сообщения. В них мольба. У сына рак печени. Помогите. На лечение нужны миллионы. В соцсетях развернулась крупномасштабная спасательная операция. Казалось, сотням людей не все равно. Более полмиллиона рублей сразу перевела мама малыша, на спасение которого от рака тоже собирали всем миром. Но не успели. Со сбором денег помогали волонтеры. Получилось, что полмиллиона от Ксении. И где-то, наверное, чуть больше полмиллиона мы успели собрать в фотосетях и ВКонтакте. Ну, где-то больше миллиона в общей сложности. А сколько было собрано на самом деле, я не знаю. Потому что говорят, что у них и коды стояли для сбора средств. И что у нее были другие реквизиты. Екатерина Осотова на душесчипательные посты в интернете наткнулась несколько дней назад. Узнав, не жительницу соседнего поселения, тоже была готова поднять всю деревню на помощь Динеевым. Но что-то в приложенных справках ей показалось подозрительным. Решила перепроверить. Было написано в группе ВКонтакте, что Эра Милосердия выделила 3 миллиона или 2 миллиона им на лекарства. И что надо собрать уже там, надо было, если 7 миллионов, то теперь им только 2. Посмотрела, зашла на сайт, не нашла на сайте. Написала письмо в фонд, что почему вы не пишете такую сумму, перевели и не пишете на сайте. Они мне ответили, что они не знают такого мальчика. Детский благотворительный фонд Эра Милосердия сразу подключился к расследованию. Оказалось, что ребенок раком не болен. Позже и сама Наталья осозналась волонтером, что история со смертельным диагнозом – выдумка. Сегодня в соцсети вместо группы о помощи другая. Как заработать миллионы на здоровье сына? Разоблачительные статьи написали сотни изданий. А специалисты предупреждают, как не попасть на крючок аферистов. Совет только один – обращаться в фонды, которые работают длительное время. У них всегда работают телефоны. То есть можно всегда позвонить, уточнить информацию, потому что эти фонды, они всегда получают информацию с первых уст от врачей, от родителей. Они видят оригиналы документов, они работают с Минздравом. А куда потратила деньги мама, не знает и гарантировать не может никто. Дом, где жила Наталья, сегодня под замком, где она сама неизвестна. Впрочем, выяснять это уже будут правоохранительные органы. Волонтеры написали заявление в прокуратуру. Анастасия Ритькор, Слан-Урь Ахметов, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Парк скорой помощи получит 45 новых машин. Причем властям удалось договориться с меценатом Михаилом Гуцериевым. И санитарный транспорт будет закуплен на деньги его благотворительного фонда. Сегодня об этом сообщила первая заместитель спикера госсовета. Светлана Кривилева отметила, для республики закупка обошлась бы в 200 миллионов рублей. В условиях дефицита бюджета такое решение проблемы для региона лучший вариант. При общении с Александром Васильевичем и с правительством Удмуртской республики мы получили заверение, что 45 машин мы получаем конкретно на базе Соболя и Газа от фонда Гуцериева. То есть уже есть соглашение и эти машины должны поступить в республику. Но мы, конечно, будем это отслеживать, потому что все четко понимают, что необходимо менять парк машин, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь. Сейчас в Удмуртии 80% парка машин скорой медицинской помощи изношены и нуждаются в замене. Задача стоит обновить автопарк скорой помощи в течение трех лет. На первом этапе предполагается закупать машины для специализированной медицинской помощи. Например, часть карет будет оснащена современным оборудованием для пациентов с заболеваниями сердца, а также с тяжелыми отравлениями. В Ижевске сегодня обсуждали очень деликатный вопрос строительства крематория. В республиканском парламенте прошел круглый стол, где собрались депутаты, чиновники, представители религиозных конфессий и жители, которые неожиданно для себя этой осенью обнаружили, что могут стать соседями крематория. Ксения Мороз выслушала мнение. Западное кладбище Ижевска в скором времени может остаться единственным действующим. Земли для погребения в городе все меньше. Такая ситуация вернула к жизни идею строительства крематория в столице Удмуртии. В декабре прошлого года Ижевская администрация выделила для этого землю, но разрешение на строительство пока не дала. Застройщик неправильно оформил документы. В настоящее время участок предполагаемого отмечения крематория со всех сторон окружен лесом и не виден со стороны жилой застройки. В проекте будет предусмотрена печь серийного производства, прошедшая экологическую экспертизу. Конкретная модель будет определена конкурсным отбором уже тем, кто будет заниматься строительством. На круглом столе в Госсовете Удмуртии представители ислама высказались против строительства крематория, в том числе и потому, что объект планируют поставить рядом с мусульманскими захоронениями. Не поддерживает кремацию и русская православная церковь. Традиция сжигания на Руси была изжита в сведении христианства, как известно. И поэтому мы, конечно, в любой ситуации в позиции регионального духовного управления однозначно против этого языческого обряда. 5 мая этого года был очередной священный сенот, где высказалось мнение как раз о христианском погребении умерших, что традиционно, оно, конечно, должно сопровождаться погребением земли. Позицию религиозных деятелей поддержали и жители ближайшего коттеджного поселка Радужный. От крайних домов, которые у нас расположены в микрорайоне, можно дойти за 10 минут до этого объекта. Роза ветров направлена как раз в нашу сторону. Мы первые, кто будем чувствовать на себе возможные выбросы. Строить крематорий на своей территории отказался из Авьяловский район. И все же такой объект у Дмуртии необходим, считает Сергей Гоголев. В 90-е годы он разрабатывал проект западного кладбища и 30 лет проработал в похоронном деле. Возникают новые болезни. Это же определенный риск помещать в биологическую среду, в биологическую среду тело, испытывать неопределенность. Потому что, да, грунтовые воды, да, атмосферный обмен и просто переносы грунта, что может произойти. А вот если кремация, то, в принципе, уже можно гарантировать, что ничего страшного. Те, кто поддерживает строительство крематория, уверены, тогда можно будет использовать даже старые, закрытые ныне кладбища. Чтобы захоронить урну с прахом, земли нужно меньше. Общее такое понимание нашего круглого стола, что, да, кремация возможна, но ее необходимо производить с учетом всех традиционных устоев, никого не оскорбляя, никого не обижая. На круглом столе решили обратиться к главе Удмуртии с просьбой рассмотреть этот деликатный вопрос, а также обсудить строительство на заседании городской думы Ижевска. Ксения Мороз, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Полсотни звонков от туристов Роспотребнадзора на горячую линию продолжают поступать вопросы от жителей Удмуртии, которые забронировали туры в Египет и Турцию, а вылететь не смогли. Что делать, объяснили специалисты отдела защиты прав потребителей. Чартерные только перевозки запрещены. Если вы самостоятельно летите в Турцию, то есть все риски вы принимаете на себя. Желаете – летите, не желаете – откажитесь. Если вы отказываетесь от авиаперевозки за 24 часа, вам стоимость должна вернуться полностью. Нередкие случаи, когда туристы забронировали тур в Египет, а после запрета перелетов перебронировали его на Турцию. Отказ от туристических услуг нужно оформить у туроператора. Их стоимость должна быть возвращена полностью в 10-дневный срок. Уникальные самодельные экспонаты, выполненные в стиле декоративно-прикладного творчества, увидел сегодня в Сарапуле наш корреспондент Дмитрий Вороновнин. Русское деревянное зодчество, пряничные доски, старинные сарафаны – все это создали самые обычные горожане и принесли на Покровскую ярмарку. Этот резной деревянный дом – полная копия, только в масштабе 1 к 1000 знаменитых номеров Базанова. Здание было главной достопримечательностью Сарапула начала 19 века. После революции его снесли. Резчик-любитель Владимир Вострецов по одним только фотографиям взялся создать необычный дубликат. Говорит, теперь понял, что такое нанотехнологии, только ручные. Все уменьшенное. То есть, например, если там были топоры, я там маленьким ножичком работал. Если были какие-то пилы или какие-то станки, у меня маленькие станочки, врезки. И именно в этом все состоит. Работами сарапульчанина, а таких резных шедевров у него десятки, уже заинтересовались даже модные московские галереи. О 19-летней Валерии Поткиной специалисты пока не слышали. Но и у этой девушки большое будущее, и ее конек – рукодельная вышивка. Сарафаны, тканные пояса, салфетки, куклы – все в стиле традиционного русского народного искусства. Этот вятский сарафан считает своей самой большой удачей. Материал искали долго, особенно по цвету подбирали. Это все хлопок. Работу я делала полтора месяца. Мне очень интересно этим заниматься. Мне все время хочется пробовать что-то новое, новые техники. Изюминка Покровской ярмарки в том, что все эти красивые экспонаты выполнены руками простых сарапульчан, которые посещают самый обычный кружок рукоделия и декоративно-прикладного творчества при ДК «Электрон». История родного города объединила их творчество. Это все наша история. Конечно же, мы пытаемся показать ее, рассказать, ну и, конечно, придать новую жизнь в новом понимании, в новом контексте. Если раньше были сарафаны, они и сейчас есть. Они даже и покрой-то сохранился. Поэтому вот эта связь прошлого и настоящего для нас очень ценна и важна. В первый же день работы Покровской ярмарки ее посетило почти тысяча сарапульчан, доказав, интересоваться историей и самобытным народным творчеством нынче модно. Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. Для вас еще полезная информация. До свидания. Липовый цветочный мед с расторопшей черникой и живицей и еще с десяток других сортов полезного лакомства привезли пчеловоды в Ижевск. Сегодня в Ледовом дворце Ижсталь открылась ярмарка меда и пчелопродуктов. Здесь собраны только лучшие сорта со всей России – Краснодарского и Хабаровского края, Башкирии и Алтая. Медовые композиции – это у нас новинки. Их еще не было. Поэтому все эти меды. Там есть мед с красным корнем, он снижает уровень сахара в крови. Мед с золотым корнем. Он как мыло внутри организма действует, выводит токсины, вредные вещества с организма. А еще золотой корень помогает поднять настроение и справиться с хронической усталостью. Мед с черникой для зрения, с чагой для укрепления костной ткани, с боярышником для сосудов. Чтобы защититься от осенней простуды, врачи и пчеловоды советуют каждый день съедать по ложечке меда с прополисом. От сердечных болезней поможет перга. Она же, кстати, повысит иммунитет. Первые покупатели уже оценили ярмарочные ряды и продегустировали полезное лакомство. Я выбрала мед с прополисом. Почему? Потому что у меня бронхи болят. Мед, он от ста, не дуг идет мед. Он от всего помогает. Можно и хондроз лечить, можно сердечную недостаточность, если суставы плохие. Чую подарки дают медовым. Будет чем внуков порадовать. Ярмарка меда и пчелопродуктов из разных регионов России в Ледовом дворце Решсталь на Удмуртской 222 с 3 по 22 декабря с 9 до 18 часов. Мед от 200 рублей за килограмм.